Всем привет дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер. Как с названием видоса вы поняли, я отправился в Чернобыльскую зону отчуждения. Этот раз я пошел с Сашей Криосаном. Многие мне писали в комментах, сходи с Криосаном, сходи с Криосаном. И вот мы вместе сходили с Криосаном. Ролик получился очень крутой. Выйдет два ролика с зоны с Криосаном. Но проблема в том, что у меня под линзу в камере попала какая-то мусоринка или пылинка. И так, знаете, визуально это было незаметно. В камере нет у меня экранчика. И у меня просто два видоса. Будет вот такая точка жирная во весь экран. Поэтому я вас попрошу, ребята, постарайтесь не замечать вот эту точку, потому что ролик сам по себе очень крутой. Всю дорогу нас преследовала полиция. Она нас за спойлерю не поймала, но было реально очень напряжно. Был тяжелый поход. И на самом деле один из самых крутых походов. Не буду ничего, ребята, спойлерить. Всем приятного просмотра. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Сергей Трейсер. В общем, очередной поход у нас в Чернобыльскую зону отчуждения. Сегодня, как видите, мы идем с Сашей с канала Криосан. И Дима. Дима, ты у нас типа проводник, да? Я суперкрутой проводник. Честно, я вот видел некоторых проводников так без обид. Ну, вообще время покажет. Но пока что ты, мне кажется, самым стрёмным проводником, который у меня был. Может быть, может быть. Но мы получим эффект на выходе. Ну, как говорится, время покажет. Короче, где мы выбросились? Мы выбросились по Детяткину. Секретом месте. И дальше мы вот тут. В Лесиске. Там мы проникаем в Чернобыльскую зону отчуждения. Идем дальше. Ну что, ребята, мы подходим к колючке. Со стрёмным проводником. Со стрёмным проводником. Его, видимо, очень задело, что я его назвал стрёмным проводником. На самом деле у Димана много опыта. Наверное, даже в разы больше, чем у меня. Хотя я уже не помню, сколько раз был в зоне. Но, знаете, когда ты что-то привык делать, ты что-то умеешь делать, ты как бы делаешь это по-своему. А когда приходит другой человек и совсем по-другому делаешь, ты думаешь в голове, нет, я бы сделал типа по-другому. Поэтому я назвал его стрёмным проводником. А вообще, ну, типа, надеюсь, нормальный проводник. Он просто пока что выглядит стрёмно. Что скажешь в своё оправдание? Слушай, я не знаю, куда дальше идти. Где здесь зона? Почему? Может быть, мы в зоне, а может быть, мы в Житомире. Мы приехали в зону? Я понял, это прикол. Это ментам надо говорить, что мы шли в Чернигово, попали в Чернобыль. Они же, кстати, когда ловят, они задают очень грамотный вопрос. Говорят, типа, хлопцы, вы знаете, где вы знаходите? Сейчас идёт небольшое усиление зоны, очуждение, идут на территории зоны какие-то учения. Что это за учения? Они с чего-то с белорусами, да, там? Смотри, там конфликт с Белоруссией какой-то напрягается, потому что Путин может везти войска в Беларусь, а украинцы этого боятся. И они, короче, усиливают границу. И поэтому отправили сколько? 20 машин. Я, короче, не видел, ребят, но мы сегодня когда встретились, ребята говорят, что, ну, перед тем, как я приехал, 20 машин на гвардии ехало, ну, больших грузовиков, типа. И, по идее, сегодня в зоне вообще просто лютая лють какая-то будет. Колючка. Ребят, колючка. Нет, нет, нет. Вот если нас повяжут, то все, скорее, именно здесь. Что, Серега? Ну, типа да, если... Есть стрем или у тебя нет уже стрем? Нет, я не боюсь. Я знаю, что мы же выбудем, я больше ничего не боюсь. Какое-то легкое волнение, разве что присутствовать. Я прям, чтобы боюсь, то я бы не сказал. Ну, если сейчас зайдем нормально, значит, все будет хорошо. Зернобыль ждет. Надо в родные края. Мой рюкзак нарушил 46-ю часть первую. На данный момент Серега и Саша еще не нарушили 46-ю часть первую. Но я вижу поползновение. Все, ребята, 46-ю часть 1. Я уже даже не помню, какой раз. Друзья, вы когда-нибудь задумывались о том, что взаимодействуете с искусственным интеллектом буквально каждый день? Например, когда вы заходите в поисковик, он вас понимает с полуслова. И с каждым годом он становится все умнее и умнее благодаря инвестициям в подобные технологии. Я признаюсь честно, в подобных вещах разбираюсь очень слабо. Но есть такая компания, как Avalon Technologies, которая, можно сказать, собаку съела на таких вещах, потому что инвестирует в подобные технологии и зарабатывает. И позволяет зарабатывать их инвесторам. Пока не поздно, ты можешь стать одним из 130 тысяч инвесторов, пройдя быструю регистрацию по ссылке в описании. Выбираешь тариф и получаешь минимум 1,3% прибыли каждый день, уже сегодня. Проверь сам по ссылке в описании. Вот, ребята, мой аккаунт. Я уже вам неоднократно его показывал. Можно сделать вклад как на 24 часа, 7 дней, 14, 28. Я, конечно же, буду делать большой вклад на 28 дней, например, 25 тысяч создать депозит. На 14 дней я сделаю депозит в 10 тысяч рублей. Ой, случайно ты еще нажал. Ну ладно, тогда на 7 дней сделаю 16 тысяч. Вы, ребята, тоже можете себя попробовать в инвестициях. Начав всего со 100 рублей, можете сделать вклад на 24 часа. Но помните, что все вот такие финансовые моменты, нужно к ним подходить с умом. В общем, ссылка, ребята, в описании. Безопасно идти по этой дороге? Я лично по ней много раз ходил. Я думаю, что сюда. Все четко, да? Скорее всего, да. Тут не ездят? Я думаю, ездят иногда. Посмотри, как состояние. Она заросла. Сделали, решили привал. Сколько мы прошли километров? Где-то 10, наверное. Где-то 10. В общем, жарко сегодня. Вот сейчас как-то удивительно. Ночью очень холодно, на нем очень жарко. Я вот одел куртку, уже снял ее, сейчас пока будет. О, я чуть-чуть это вспотел. Да, жарко очень. Тем более рюкзак, смотрите, какой большой. Ночью куда веселее ходить. Ночью не так жарко. Ночью может быть холодно, но когда идешь, этого вообще не ощущается. Те, кстати, когда больше нравится, ночью или днем ходить? Ты знаешь, и так и так классно. Ну, мне днем жарковато. То жарко, то холодно. Нет, когда идешь, зимой это лучше, не так холодно. А вот летом всегда жарко. Ну, что, потерпим? Ну да, нам это уже не привыкать. Продолжался, ребята, непонятно какой уже час нашего похода. Сделали такой привал, это ключевая точка. Мы в ней получили небольшую посылку. В виде трех пакетов с едой. И сейчас нужно их распаковать нам по рюкзакам и выдвигаться дальше. Ребят, как классно, когда не нужно это все вести на себе. Нести 30-40 километров. Когда у тебя спина отдыхает, и ты просто идешь себе в наслаждение. Наслаждайся этой прекрасной природой. Этой осенью. И определенные люди тебе доставляют вот это все. Спасибо, Энгаренко и компания ЧАНТУР, за то, что привезли нам сюда эти пакеты и не пришлось их тянуть на спине. Зачем ты спалил? Теперь у них все будут заказывать доставку. Все сталкеры. Переходим, ребята, рельсы. Дима, здесь может кто-то быть? Давайте тогда быстренько переходим. Все, ребята, вон уже забор, который отделяет припятскую зону просто от Чернобыльской. Вот старое заброшенное КПП. А вот мы уже идем по Припяти. Да, ребята. В который раз я уже возвращаюсь в этот город. А атмосфера этого города продолжает меня удивлять. В общем, ребята, пришли в такую хату. Визуально здесь креосан еще ремонт не делал. Это супер супса. Хочешь я тебе докажу? Блин, я хотел раньше это сказать, но ты, короче, сказал, доказывай, доказывай. Видишь, что это записи сталкера? И смотри, сейчас ты увидишь. Вот, ребята, напишите в комментариях, что это за ерунка. Сверито, Татьяна Козлова. Ну, мы-то не знаем, что это такое. Ты знаешь их? Нет, вообще никого не знал. Виталий Сусанин. Виталий Сусанин это Сус. Сейчас, говорит еще конкретно, как Сус держит. Это точно он, его Виталик зовут. Самая первая страница. Просто мало кто знает, что Суса реально Виталик зовут. То Кириллом, то Колей представляется. То Сашей. Ну, по-разному, наверное. На самом деле. Его зовут Супер Сус. На самом деле Супер Сус. И Супер Сус служил во Вьетнаме по Черниговам. Хотите посмотреть, каким фонариком пользуется Серега Трейсер? Это вообще мощь. Неткор? Или как он называется? Неткор. Смотрите, какой он вообще ядреный. Главное мощность. А ну, уруби, уруби, на что он способен. Смотрите. Ну, пускай, вырубай все равно. Ё-моё, вы видите? А как ты сразу, ты задерживаешь, что сразу максимал? Ну да, там типа одна кнопка и много функций. Это вообще жесть. Ух, ничего тебе, это что? Ё-моё. Сережа провел электричество, привет. Ребят, вы даже не представляете, насколько он. Фонарик на 1700 люмен, а этот на 12 тысяч люменов. А что за фонарик? Это Феникс. Не то, он весит, блин. Убить можно. Если в следующий раз ты меня... Это реально солнечный свет. Мне кажется, такой свет уже на улице будет видно от него. Да, это вообще, это сумасшествие, ребята. Он нереальный какой-то фонарь. Ё-моё. Диоды, на первый взгляд, обычные, но лучше на них не смотреть. А это центральный такой, или ты все сразу вырубаешь? Нет, это я центральный еще не включал. А вон, вижу... А, центральный типа... Ребят, ребята, мы в Припяти все-таки. Вот просто центральный, вот центральный. Ё-моё. Слышь, испытать было где-то. Это вообще-то зверь. Мы можем где-то с крыши лучи такие попускать. Да не, не, в Припяти это дичь. И нас тут повяжут с таким фонарем. Мы посветим и уйдем в другое место. Я думаю, ничего страшного не будет. Это можно где-то у Баб Маши влупить. Там не так страшно. Можно. И я вам скажу так. Если в следующий раз придут волки в нашу квартиру, то я убью этим светом. Мы просто их лучом, солнечным лучом этим прожгем. Выжгем, выжгем, лазаем. Решили немножечко перекусить. Вот такую вот пюре мивина сделали себе. И в хате суперсуса. Что нужно в хате суперсуса кушать? Только колбаску. Только колбаску. Фирменное блюдо суперсуса. В общем, ребята, всем, кто кушает, приятного аппетита. Я знаю, многие при просмотре роликов кушают. Поэтому приятного аппетита вам. И приятного аппетита нам. В общем, ребята, идем сейчас в хату Криосана. Посмотреть, в каком она сейчас состоянии. Дождались такого уже полубрака. Для того, чтобы наверняка не было экскурсии. Но все равно присутствует риск встретиться с охраной. Может, они вечером какой-то обход делают и так далее. В общем, сейчас максимальный стелс включаем. И аккуратненько передвигаемся в хату Криосана. Я, кстати, там еще не был никогда и вообще не видел, как она выглядит вживую. И интересно было сейчас посмотреть ее состояние. Подошли уже к хате Криосана. Полю вам место. Саша разрешил, потому что место уже, в принципе, запалено. Ты только на карте не покажешь? Нет, на карте не буду показывать. Само место среди сталкеров уже очень запалено. Табличка с фамилиями жильцов этого подъезда. Сразу такое палево. Какие-то туристы здесь оставили свой газовый баллон. Мы уже находимся на нужном этаже. Я, кстати, тоже ожидал, что все будет куда хуже. В общем, как видите, ребята, диван есть, мебель есть. Мусор, в принципе, здесь даже чище, чем в той квартире, где мы остались. У Супер Суса? Ну да. У Супер Суса сюда грязно было, так что это норма для него. Я понял. Не, ну там это же не говорит о том, что Сус намусорил там. Ого! Было. Тут кто-то конкретно бухал. Бутылки. Регулярно кто-то тут. Есть какое-то перво. Хата Криосана оказалась в достаточно неплохом состоянии. Я ожидал, что все будет куда хуже, потому как по рассказам сталкеров знаю, что сюда многие ходят как на экскурсию. Как видели, в мусорном ведре есть мусор. То есть здесь, наверное, даже кто-то ночевал. Хотя, как по мне, это мега запальная хата. Возможно, одна из самых запальных во всей природе. Ну что, ребята, всем доброе утро. Вон реактор на месте. В общем, у Саши был запланирован проект подсветить 16-этажку. Он это успешно сделал. Я ему помог с монтажом всяких вот этих светодиодных ленточек и так далее, тому подобное. И можно сказать, теперь ночью это все дело будет круто подсвечиваться. Повар Сергей Трейсер приготовил вам мивину. Я хочу эту штуку вскрыть. Да, ее нужно сперва нагреть. Или вскрыть, а потом нагреть. Давай, давай сначала нагреем, потом вскроем. Но она не бахнет? Или Дорелка в вздутие? Нет, мы ее откроем, потом... А я думаю, ты так вздуется немножко, чтобы нормы газа распределились. Да, чтобы она закипела, а потом взорвалась. И вот эти маски на нас полетели. Мы можем типа со стену ее туда связать, а что мы можем? Но горелка у тебя какая-то вообще супер наворочена. Вон, как и попроще. А зачем вот этот пластик на ней? Он не плавится? Нет. Ребят, что скажете вы про горелки Кубия? Это не Кубия, а горелка. Это была горелка. А горелка какая? А горелка МТАК. МТАК? Ё-моё. А она вместе с куб? Она... Генератором? Вообще вся вот эта система Jetboil называется. А телефон от нее можно заряжать? Заряжать. Я не пробовал. Но я думаю, что можно... Она такая наворочена, что такое чувство, что тут избишка рядом есть. А, там еще радиатор. А, где-то, чтобы типа, когда ветер задувает, чтобы типа пламя не болтало еще быстрее. И оно супер быстро нагревает. Горелка с радиатором. Ё-моё. Тушенку, скорее всего, порезать надо. Ну, это точно, это сто процентов. Потому что она сейчас начнет пригорать. Хорошая тушенка? Это украинская тушенка, в принципе, она по болтям не может быть хорошей. А какую надо? Французскую брать? Белорусскую. Вот белорусская очень крутая. Дима, как эта аббревиатура расшифровывается, напомни. Автомобильное техническое хозяйство. Автомобильное техническое хозяйство 2. Проход, проход заборонен на территории. Объект охраняется. Идемте, ребята, проверим, миф это или все-таки охраняется на самом деле. Саша, расскажи моим зрителям, зачем мы сюда пришли. Мы будем смотреть, в каком состоянии тут техника находится. Может есть то, чтобы еще реально восстановить. И если мы типа что-то найдем, мы это восстановим. Постараемся. У нас это получится, думаешь? Все, что возможно. Думаешь, получится? Надеюсь. Мне кажется, уже в прошлом году, похоже, танк снимал. Ребята, я в танках не разбираюсь, но я знаю, что очень много любителей поиграть в танки. Смотрят мой канал и они точно знают, что это за танк. Дима, а как эта машина называется? Как? Климар. Климар? Инженерная машина разграждения. То есть она помогала забалы разбирать или как? Она существует специально для того, в случае ядерной войны она расчищает дороги. В основном транспорт. Шутка другая штука. В общем, такая вот, ребята, инженерная машина разграждения. Я так понимаю, здесь восстанавливать очень много чего придется. Да, на самом деле, внутри там жуткая картина. С виду, знаете, вот вроде корпус целый, а внутрянки никакой нет. Это даже не понесли. Нормально для Припяти это. Даже он чуть не пикает. Все нормально. Я звук выключил просто, чтобы он не пикал. Чтобы наливание создавать. Саш, посклини внутрь. Видно, что движка нету и очень много еще чего нету. С виду вот эта машина выглядит очень круто. Было бы круто ее все-таки поставить, так сказать, на ноги. Я тебе скажу, раз нет движка, значит, не такой он сильно был загрязненный радиоактивный. Движок, походу, нормальный, его сняли. В принципе, знаешь, мародерам я видел на Буряковке. Они, в принципе, снимали даже с Джокера, если ты знаешь, что это за машина. То есть они даже с него очень много чего снимали. Им, в принципе, мародерам пофиг, фонит, не фонит. Они снимают все, что ценное. Я думаю, что двигатель с этой штуки-дрюки очень ценный был. И, кстати, да, еще свежие следы масла. И его, видишь, недавно совсем катили. Да. Слышишь? Свежие следы. А, это Дима. Это Дима ходит. Может, она, конечно, сама оторвалась и болталась, и кусок оторвали. Но непонятно. Но я думаю, что специально вряд ли кто-то отрезал от него даже резину. Знаете, ребята, эту песню говорят не повезет, если черный кот в Припять к нам придет. Кстати, ребята, многие спрашивали, какая судьба собаки, которую мы в прошлый раз забрали с Припяти. В общем, случилось так, что она от нас сбежала. И, можно сказать, практически спустя месяц мы нашли о ней информацию. И после того, как завершится этот поход, я, так сказать, приду в гости к этой собаке. Могу сказать одно, что все хорошо. Она нашла сама себе хозяина. Она больше не живет в Припяти. Ее хорошо кормят. С ней все хорошо. В общем, шаровая, живая. И после этого похода мы сходим к ней в гости. Вот, смотрите, ребята, тоже двигатель снят. Ну, в принципе, что самое ценное в машине, это, скорее всего, двигатель. Так, этот раз со звуком, чтобы было эффектно. Он что-то вообще ноль. Не, нормально тут он. А ну, поближе к камешкам вот этим. Ё-моё. Здесь опасно, Димон говорит, уходим. Все, меняем локацию. Сейчас, 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 это шаги. За сколько там, 130? Да, такой тракторенок. Так, а вот этими баками тушили пожар, да, типа? Эти баками очищали Припять. А, поливали, типа, вымывали все. Ух ты. Он огромный просто. Ребят, только посмотрите, какое колесо размеровало. Слышишь, Димон, куда мы дальше идем? Я так понимаю, нам эта техника, Саш, не подходит. Да, они, где нет двигателя, ребята. И фонит. Фонит люто, они это двигатели. Смотрите, ребята, опять пришла к нам эта кошка или кот. Пишите в комменты, спасать еще эту кошку или нет, забирать ее с собой. Ну, я думаю, раньше здесь была охрана, они ее кормили. Да, но мне кажется, ее здесь уже давненько, наверное, нету. Димон, зачем кабины от КамАЗов положили на крыши гаражей слева? Чтобы они там отдыхали. Жесть, ребят. Вот на пиздна. Уходим. Палево, ребят, палево. Охрана приехала. А как мог, убежал тут забор кругом. А чему они пытались сзади, выход же был. Ой, что? Вот так попадалось. Я не успел снять, ты заснял их? Да. Отлично. Бегут же ж не кажут не все менты. Может у них другая задача была. Мы забираем шиндиск уже после меня. Пока я ждал, пока сами перелезут, они сзади были уже. Они еще и за тобой? То есть они не хотели бежать, они просто шли. Они бежали, но они какое-то время пробежали, потом пошли просто, когда видели, что мы уже до перелазим. Ё-моё-моё. Они ничего не кричали, типа, поэтому. Ну, да. А если они сюда полезли, нам капец. То есть видишь, если бы мы где-то были в рассыпную, а кто-то постался и попался бы, наверное. Хорошо, что мы держались вместе. Да. Потому что если бы мы орали друг к другу, мы вспалились раньше. Но ничего, пока что все успешно, нужно где-то отсидеться. Самую малость. И идем дальше искать. И дальше идем искать технику. Это же не первое, но они были отличной затеей. Идем искать технику. Если, короче, они пойдут, предлагаю в яму слезть. Они просто заглянут и дальше пойдут. Я думаю, если сработала камера. Я тоже думаю, где-то фотоловушка сработала или еще что-то. Они приехали посмотреть, потому что мы уже там прокрутились минут 10 или 5. Да, ну, минут 10 даже были. Как раз они могли бы прийти из КПП или где-нибудь. Ну, уже вечер, короче. Я не думаю, что это просто какое-то запланированное у них мероприятие. Нет. Скорее всего, реально камера. Мы уже сидим, наверное, минут 20. И тишина, вообще никого. Я надеюсь, что будет все нормально. Но проблема в том, что нам отгородили путь назад. На свою хату, чтобы вернуться. Нам надо идти через них. Да, видишь, полиция знает какие-то места. Как отсюда уйти, потому что мы, по сути, находимся на окраине Криппяти. И они могут очень долго... Все. Они могут очень долго... Расскажем. Тихо-тихо-тихо. Ты слышишь? Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо. Я не знаю. Стоять. Прям толчок. Ты вошел в воду. Сука. Это так больно. Ё-моё. Я не слышал. Может, спрячься. Да не, нормально все. Я знаю, этим местом очень больно. Не больно, садись. А, нога не промокла. Промокла немножко. Шесть. Я надеюсь, у меня к концу похода вырастет. С этого места еще одна нога, и мне будет на трех. Иди проще. Уже точно полиция не догонит. Которая работает как Димон. Полиция здесь работает просто отлично. Лучше всех. Ну что, ребята, мы около часа посидели. Можно было, конечно, еще посидеть. Но нам уже устали задницы сидеть. Поэтому тихонько идем по своим делам. А точнее домой. Что ты думаешь, они где-то ждут нас сзади? Нет. Все, скорее нет. А что, зачем их ждать, если они могли сюда прийти, нас и тут принять? Ну, они же не знали, что мы здесь сидим. По логике мы скорее деру где-то дали. Ну, вряд ли. Я надеюсь, что никого нет. Я думаю, что нам все повезет, будет хорошо. Погнали. Когда в Припяти светло, именно таким образом передвигаться это самый безопасный способ. Потому что полиция по кустам шариться не будет. Но в этом способе есть большой минус. Нас очень слышно, но нас не видно. Я уже неоднократно, ребята, вам рассказывал про Avalon Technologies. В общем, ребята, мне просто закинули денег и сказали Серега, проведи конкурс среди наших инвесторов, своих подписчиков и так далее, тому подобное. В общем, дали мне денег. Я думал, что же купить. Заспойлерю, много денег не дали. Поэтому я вот купил. Сейчас покажу. 8 вот таких вот. Ну, тут не 8, но, короче, у меня их 8. Mi Band 5-х браслетов. И вот такие вот наушники от Xiaomi. Я, честно, не очень в этом разбираюсь, но продавец сказал, что это топовые наушники от Xiaomi. В общем, как вы поняли, ребята, будет 9 призовых мест. Условия конкурса очень простые. По ссылке в описании, по моей рефералке регистрируемся. Вносим от 100 рублей. Делаем там вклад на день, неделю, сколько вы хотите, на столько делайте. И все. И дальше просто по ссылке там еще в описании второй в Telegram переходите мне. Туда пишите свою почту, на которой вы зарегистрировали аккаунт. И свой логин, который вы там указали. И все. Я потом выберу 9 победителей. Призы, в принципе, у меня на руках. Я гарант конкурса. Думаю, понимаете, ребята, что 8 Mi Band 5-х они мне нафиг не нужны. Это не такие большие деньги. Это, конечно же, да. Ни iPhone, ни машина, как некоторые блогеры делают. Но эти призы хотя бы настоящие. И я вам их отправлю. Короче, я думаю, условия всем очень понятны. Ссылка на Avalon Technologies в описании. Это спонсор конкурса. Ребят, ну это капец. Посмотрите, что у Сереги случилось с ногой. Учера безобидная ранка была на ноге. Вот вам и радиация. Так что в Чернобыле надо... Если сравнить с этой ногой, то мышца немножко опухла. Вот видите, здесь все гладенько, типа аккуратно. А здесь видно, как-то оно так воспалилось немного. Ну, ты говоришь, вчера дико прям болело. Ну, перед сном, кстати, вот начало болеть вчера, когда вот мы еще ходили по Припяти и гуляли. Это все нормально было. Перед сном дико болело. Сегодня просто болит. Не знаю, как я буду выходить с Припяти. Ребят, как вы думаете, это из-за радиации такое происходит или просто какое-то заражение произошло? И вообще, напишите, что нам делать в этой ситуации? Решили посетить один очень интересный дом. Я даже не знал, что такие бывают двухэтажные квартиры. Смотрите. Ёблочки. Просто вот так деревянная лестница наверх. Так, слушай, насколько я знаю, в советское время не было двухэтажных квартир. Как так получилось, что здесь? Ну, обычно все жили ровно одинаково, но кто-то жил намного ровнее, чем кто-то другой. То есть, ну, были, получается, просто какого-то руководства, типа начальства? Да, просто это не было глазки, потому что люди скромно в своих обителях жили роскошно. В этом есть парадокс. Прикольно. С виду это обычная квартира, которая вообще ничем не отличается от других. Вы видели по входной двери, она такая же, как и у всех. То есть, есть маленькое но, это вот лестница и второй этаж. Давайте посмотрим. Да, давайте пройдем, посмотрим. Как видите, ребята, планировки, ну, для двухэтажной квартиры, не царские. Реально, есть вот такие маленькие комнатушки, как вот эта, например. Ну, по сути, реально, типичная припятская квартира, просто, что она имеет два этажа. Больше, в принципе, отличий ноль. Похоже на дачу какую-то. Ну, да. Это из лестницы, наверное, ассоциация у тебя такая. Эффект, типа, мы на второй этаж поднялись. Мы вчера с ребятами поднимали такую тему. Интересно, сколько лет еще простоят здесь дома? И мы вот пришли к такому выводу, что еще максимум, наверное, лет 10. И там наши какие-то потомки уже, в принципе, смогут опять увидеть только по видео на Ютубе или еще по каким-то... Ты так думаешь, 10 лет простоят? Я думаю, 10 лет. А я думаю, не меньше 30. Я думаю, смотри, они текут, все крыши. Но через 30 лет 90% домов еще будут целые. Дим, в каком году перестали следить за домами, перестали отапливать и так далее? Вообще, за городом перестали следить в районе 94-96 года. Ну, естественно, с квартиры вынесли все намного раньше. То есть, 25 лет и они уже в таком состоянии. Нет, нет, нет. С квартиры начали... 35 лет. Нет, следить за квартирами. А, 25, да. 25 лет. Следить за квартирами перестали, наверное, уже в 86-м году, когда поняли, что отмыть его нереально. В 86-м уже выключили, отопливались? 86-й, 87-й. Домаши еще потом отапливались. Еще чуть-чуть отапливались, по-моему, их отопливалось все меньше и меньше. А до какого года? В 87-м отключили? В 87-м, 88-м. 88-м уже, по-моему, ничего не было. Отоплений не было, да? Отоплений не было. Ну, значит, больше. То есть, 33 года? Ты думаешь, что через 10 лет рухнет дома? Я думаю, через 10 лет мы увидим новости, что сталкеров завалило каким-то домом. Ну, больше 100 домов рухнет через 10 лет. Ну, как минимум, половина, да. Как минимум, половина. Но 30 вообще, практически ни один не простоит, я думаю. Я думаю, что это будет немножко быстрее, реально, 10-15 лет, и начнется трагедия. Пишите в комментах, сколько лет еще проживет Припять? Ну, допустим, 90%. Просто цифру пишите именно там 10 лет, потому что, типа, потому что льют дожди, типа, все протекает. Вон, смотрите, мох уже, короче, в квартирах. И так далее. То есть, ну, такие развернутые комментарии пишите. Да, пишите, почему Припять простоит только 10 лет. Ну, или там, сколько вы считаете нужно. Кого-то заметили, кажется. Стоим, слушаем. Вроде тихо. Да. Далеко. Он нас услышал. Он близко был. Ну, метров 25-30. Машину ты видел? Он спиной ко мне стоял. Машину видел? Машины нет. Машина там стояла. Ребят, короче, мы все. Забежали в ближайший дом и будем тут прятаться, потому что это не дело. Самое плохое, что они стояли прямо возле нашего дома. Если они нас там нашли, наши вещи, это капец. Они нас там будут ждать. Да? Ну, будут ждать до бесконечности вещи не нашли. Какая собственники не придут за ними? Все. Они знают, что если они нашли сталкерские вещи, сталкеров не нужно ловить, они сами придут за ними. Димон, видел его? Что? Димон, ты видел мужика? Нет, не видел. А ты видел? Я видел, спиной стоял. А ты машина видел? В форме? Футболка черная и то ли зеленая, то ли камуфляжные брюки. И руки в боке. Третья рота. Что это значит? Я только видел фильм «Девятая рота». Это как «Девятая»? Только на Молуху. Такая по Припяти, да? Только работает, но нам научишься делать. Полиция работает очень хорошо, мы это знаем. Ситуация следующая. Гуляли мы, гуляли, возвращались домой и вози дома. Увидели, стоит чувак в черной футболке и в таких типа зеленых либо камуфляжных штанах. И я его увидел, он стоял ко мне спиной. Саша увидел машину. Какого цвета, кстати, машина была? Мому серого. Я не знал, она стояла, короче. Тимон, знаешь, где машина стояла? А вот туда прям в базу она заехала, ее не было видно в кустах. Когда я уже уходил, я так понял, что вы от машины убегаете. Я ее только видел, мужика не видел. Цивильная машина? Я у меня, короче, максимальное внимание сфокусировалась на этом мужике. Я стою, он спиной стоит, разворачиваюсь и говорю, типа, тихонько уходим. 16 начали бежать, они просто слышали. Я вообще не слышал, чего вы говорили, я заметил, что вы резко развернулись и назад сразу все понял. Ребят, мы хорошо сработали, я надеюсь, что они без собаки и у нас никто ничего не знает. Но проблема, что они стояли возле нашей квартиры. Не факт. Может, они смотрели экскурсию. Короче, вариантов быть может очень много. Никто ничего не убедает. Надеюсь, все будет чисто. Минимум сидим ждем. Блин, у нас каждый день запал. Ребят, каждый день запал. Как так? Мы думаем, что полиция хорошо работает. Но мы тогда тоже уже не первоходы, так что не ловимся пока что. Полиция хорошо работает, поэтому запалы регулярно. Димон, лозунг нашего видео. Ребята, полиция реально очень хорошо работает. Реально очень хорошо. Два дня два запала. Ребята, мы шаримся по кустам. Единственное, мы вышли на базу АТХ, на базу АТХ а все выходят. Реально все. И почему это в тот момент, когда мы вышли, выехали копы. Какого черта? Ну все, ребята, прошло чуть больше часа. Мы выходим и идем к нашей хате. Я надеюсь, там уже никого нету. Потому что, ну логически, они не могли нашу хату найти. Мы не шумели. Сидели тихо, не полились. Поэтому надеюсь. просто тихонько уходим. Старайся на листы не наступать, Саш. Не знаю, было ли слышно, ребята, но что-то жару дело. Только же в этом доме, тем и были, только в другом подъезде. Просто по-тихому уходим. Это то самое место. Стремно, просто жесть. Очень тихо, надо себя вести. Машина слева или справа стояла? Слева, вот тут я через кусты видел. Вроде нет машины, Димон. Она была слева, надо чуть-чуть тихонько кого-то выйти посмотреть. Я не вижу ничего. Я не вижу ничего. Ничего нет. Ничего вроде не видно. Идем потихонько. Ну все, ребята, то место, где была машина, где мы видели людей, мы его прошли. Дальше осталось просто успешно зайти в хату. Если они нас в хате не ждут, значит, второй день прошли вторую засаду. Если что, они уже нас увидели. Если что, сверху-то нас видно будет. Да, ну идем тихонечко. Ну что, ребят, могу сказать, вроде все на месте. И Припять уже не та, какой она была, когда я был впервые здесь. А мы-то и с нами не можем. Впервые я был в 16-м году, мы спокойно днем гуляли, и средь белого дня залазил в самом центре города на колесо обозрения. А сейчас ну жестко, реально. Поведили? Поведили, во-первых, что-то... Они могут обшаривать подъезды, потому что кто-то шарился по одному из парень. Но это не факт, что это не. Но им никогда не надо... Но никогда не надо себе думать, что они такие плохие. Реально, они очень хорошо делают свою работу. Я думаю, если они взяли наш след, то они будут отдохаться. Поэтому, что мы делаем? Что мы собираемся из валины? Ребят, короче, какая-то жесть. Идумаю, ночью через поле кругом дикие лося орут. Человек. В конце концов, ребята, нас упаяла жесткая паранойя, потому что мы все-таки осторожные сталкеры и мы ни в коем случае не хотим приниматься. В общем, мы решили бежать с Припяти на ночь глядя, но мы не бежали с зоны отчуждения. И будет еще второй ролик. Сделаю небольшой спойлер. Мы будем искать технику, которую можно еще восстановить. Больше спойлеров не будет. Я думаю, вы понимаете, ребята, что следующий ролик с зоны будет очень крутой. Он выйдет не следующим, но он выйдет совсем скоро, потому что Саша между этими роликами еще другие снимал ролики. Ну и мы как бы с ним договорились одновременно выпустить ролики вот эти про технику. Поэтому, ребята, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить это видео. Ставьте колокольчик, чтобы пришло уведомление, чтобы посмотреть первыми этот ролик. Ну а с вами был Сергей Трейсер. Всем, ребята, до новых встреч. Всем пока.